Потом, через некоторое время, я не могу точно сказать, но наверняка, почти на 99%, что там порядка месяца, может быть, немножко меньше, немножко больше, прошло у меня в квартире, вот здесь, вот сейчас я покажу, вот на этом месте, вот здесь, вот здесь, напротив серванта, вот где-то в этом месте, вот еще вот в этом месте. Появились, как бы, мультперсонажи, то есть полупрозрачные сущности какие-то, я не знаю, как их назвать, но это типа, как в мультфильмах, значит, полупрозрачные сущности такие, ну, как куколки, куколки, но они не куколки, а полупрозрачные, я их увидел, посмотрел, такие они черного цвета, получерного, полупрозрачного, вот такие, ну, темного, темноватого цвета. Потом, через некоторое, на следующий день я вышел, пошел за хлебом, тоже через этот же двор, иду в обратную сторону, встречаю, ну, у них внешность была преобразована, они подобие вот этих кукол. Значит, это была моя соседка Вита Шинкаренко и один из моих пап. У меня пап много тоже, порядка 15, у которых есть длинный, длинный рассказ, я не буду рассказывать, но это был один из моих пап. Я предполагаю, чтобы это был одновременно, ну, мой когда-то сосед Славик, ну, Ронель, врач такой был, Зунихис, по-моему, это был он, но я могу ошибаться, может быть нет, ну, что Шинкаренко было точно. То есть они оба были маленького роста, темные волосы, черные, в общем, они были с копия, похожи на этих кукол. Я иду им навстречу, они производят точно такое же движение, как я произвел, когда вот я встречался с Матсютой. Точно так же наклонили голову, в такт, причем, похоже, что у них такая слава же интересная. И все, вот это я зафиксировал. Этим, этим у меня в памяти зафиксировалось начало вот этих вот событий, которые произошли у меня, происходят уже на протяжении почти трех лет дома. То есть я зафиксировал начало. Почему? Ну, интересно именно время, сколько это происходит. Дело в том, что есть сказки такие, известные всем.